МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите время новостей на МТВ в студии Анны Рябовой. В начале выпуска коротко о событиях, о которых мы расскажем сегодня в течение дня. 30 лет исполняется в этом году Казачьему театру. Учреждение культуры принимает поздравления от зрителей, поклонников, руководства региона и города. В Волгограде состоялся чемпионат и первенство города по танцевальному спорту. Узнаем, кому досталась победа. Неделя науки и творчества стартовала в Институте искусства и культуры. Мои коллеги выяснили, чем будут радовать волгоградцев студенты. Об этом мы не только расскажем в течение дня. А в ближайшие полчаса о том, как регион готовится к Новому году, как цифровые технологии помогают в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, кто зажег волжские огни на паркете городского турнира по танцевальному спорту и какое меню помогло 75-й школе Волгограда стать призером всероссийского конкурса. Сегодня в России отмечают День Конституции. Это основной закон государства, который провозглашает и гарантирует права и свободы человека и гражданина. А также определяет основы общественного строя, форм управления и территориального устройства, а также основы организации центральных и местных органов власти. Первая Конституция в нашей стране появилась 10 июля 1918 года. В 1925-м была введена в действие новая Конституция РСФСР. Спустя 11 лет была принята так называемая Сталинская Конституция. Главный закон СССР, который действовал вплоть до распада Союза, вступил в силу в 1978-м. А уже Российская Конституция была принята на референдуме, который состоялся 12 декабря 1993 года. В Плебисците приняли участие 58 миллионов 200 тысяч человек. В 2020-м прошло общероссийское голосование по поправкам в главный закон страны. Нововведения отразили требования меняющегося мира и современной реалии. Документ получил новое содержание, расширил спектр возможностей для противодействия новым вызовам, сохранения исторической правды, традиционных семейных ценностей и уникального культурного наследия. Меньше трех недель осталось до новогодних каникул. Время подводить итоги года и готовиться к праздникам. Эти темы стали главными на оперативном совещании, которое сегодня провел губернатор Андрей Бочаров. В эти дни в Волгоградской области завершается реализация национальных и приоритетных проектов развития региона, намеченных на текущий год. Работы идут по графику, подчеркнул Андрей Бочаров. Планы развития на 2023 год и среднесрочный период тоже утверждены, в том числе принятым бюджетом. Сейчас продолжается заключение контрактов на ближайшие два года. Тем временем в муниципалитетах продолжается подготовка к Новому году и проведению детских массовых мероприятий. Основная задача органов власти всех уровней на ближайшее время – делать все, чтобы новогодние каникулы и рождественские праздники на территории Волгоградской области прошли организованно, спокойно, без происшествий. Для этого необходимо провести подготовку и обеспечить беспребойную работу всех систем жизнеобеспечения, обратив особое внимание на выполнение утвержденных мер комплексной безопасности жителей и территорий Волгоградской области. На период праздников Андрей Бочаров поручил назначить дежурных руководителей органов исполнительной власти и местного самоуправления, проверить готовность объектов жизнеобеспечения к работе в условиях повышенных нагрузок, сформировать резервы сил и средства для действий в случае угроз чрезвычайных ситуаций, а также обеспечить мониторинг пожароопасной ситуации. Отдельное внимание уделить учреждениям социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей и семьям с детьми. Задача для дорожных, спасательных и коммунальных служб региона – быть готовыми к предотвращению и ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий. Отдельное внимание должно быть уделено безопасности при перевозке организованных групп детей к местам массовых проведений праздничных мероприятий. Познакомить с возможностями современного общества. Студентка Волгоградской академии физической культуры Полина Рахлеева выиграла грант Федерального агентства по делам молодежи. Суть ее проекта – реабилитация детей с ограниченными возможностями с помощью цифровых технологий. Что такое мультипарад, узнала Лейла Джумалиева. Ее спортивная карьера закончилась после травмы. Продолжать заниматься спортом гандболистка Полина Рахлеева уже не могла. Ей пришлось в корне изменить планы на будущее, понимая, насколько людям важна помощь в реабилитации. Полина стала студенткой факультета физической культуры для лиц с отклонениями в состоянии здоровья и решила связать свою жизнь с помощью детям с ограниченными возможностями здоровья. Для меня очень важно заниматься с детьми. Я их очень люблю. Мне очень важно помогать деткам, которым важна наша помощь. И я выбрала именно эту профессию. Я начала заниматься с детьми с особенными возможностями здоровья, начиная с первого курса на базе данного центра, центра без границ. Полина уже неоднократно реализовывала свои идеи и задумки, которые связаны с реабилитацией детей с ограниченными возможностями. Центр адаптивной физической культуры без границ действует на базе вуза уже пять лет. Занятия помогают детям дошкольного и школьного возраста, имеющим ограничения по состоянию здоровья и даже инвалидность, окрепнуть физически и духовно и раскрыть свои безграничные возможности. Ребенку необходимы физические нагрузки для его гармоничного развития, полноценного развития. И вот мы занимаемся здесь с прошлого года. За это время он научился делать кувырки, потому что многие дети с его похожими заболеваниями, они боятся, боятся очень многих упражнений. С огромным удовольствием сюда ходит и занимается, и забрать его по окончании занятия очень трудно. Скоро занятия здесь будут приносить ребятам еще больше пользы. Студентка третьего курса Полина Рахлеева под руководством опытных наставников разработала новый проект – цифровые технологии для детей с ОВЗ «Мультипарад-2023». На базе центра «Без границ» уже существуют авторские методики адаптивного физического воспитания, но VR-очки – это новейшая передовая разработка. Целью нашего проекта будет являться разработка 30 мультипликационных программ, в основе которых будут мультипликационные герои. А задача деток будет, как и в обычных VR-технологиях, VR-очках, когда дети приходят поиграть, у них какие-то уровни, проходить нужно какие-то полосы препятствий. С помощью современных технологий ребята будут познавать окружающий мир и расширять свои возможности. Не выходя из одной комнаты, благодаря новым разработкам, они побывают в любом конце света. В индивидуальных и групповых занятиях примут участие 38 юных волгоградцев в возрасте от 6 до 12 лет. Нашим детям очень нужна физическая нагрузка, но, к сожалению, не так много мест, куда мы можем ходить и где они могут заниматься. Поэтому очень рады, что мы сюда попали. Особенно или обычные, все равно они живут в той среде, в современной среде. И вот эти новые технологии, они в любом случае будут для них интересны, полезны. Я думаю, что и для их развития, и, в принципе, просто для их жизни в современном обществе. Грант в 290 тысяч рублей Волгоградка выиграла благодаря идее применения цифровых технологий в обучении детей с ОВЗ для их реабилитации и интеграции в общество. В рамках курса у ребят сформируются двигательные навыки укрепиться связочным мышечный аппарат. Специалисты подберут подходящую программу на основе диагноза ребенка и его функциональных возможностей. Новые технологии только помогают совершенствовать уже существующие методики, разрабатывать новые методики. Мы таким образом социализируем детей, мы учим их адаптироваться к новому миру, потому что мир развивается намного быстрее, чем они сами. И нам нужно этому способствовать. Поэтому, конечно, новые методики, реализация новых методик, использование искусственного интеллекта в том числе, конечно, будет помогать для их развития. В рамках нацпроекта образования в регионе обновляют материально-техническую базу в специальных образовательных учреждениях для ребят с особенностями в развитии. К концу 2024 года современное оборудование установят в 13 коррекционных школах. Лейла Джумалиева, Андрей Кирсанов, Время новостей. Презентация направления обучения, подробная информация об условиях поступления и много другой полезной информации. В Волгоградской консерватории имени Серебрякова состоялся День открытых дверей. Старшеклассники, выпускники колледжа и техникумов вместе со своими родителями познакомились с консерваторией, ее историей, педагогами, а также получили ответы на все интересующие вопросы. Подробности у Инны Емельяновой. День открытых дверей начался, как и полагается у творческих людей, с концертной программы. Абитуриенты увидели и услышали, чему их могут научить. Студенты консерватории продемонстрировали свои вокальные данные и мастерство игры на инструментах. История создания Волгоградской консерватории началась в Царицыне в 1911 году. В здании на углу улицы Московской и Астраханской работали музыкальные классы по трем специальностям – скрипка, виолончель и фортепьяно. В 1917 году музыкальные классы преобразовали в музыкальное училище. Шли годы, менялись названия, но главная цель оставалась неизменной – обучить талантливых ребят и открыть им двери в мир искусства. Здесь все к тебе относятся хорошо, все хотят, чтобы ты чему-то научился и выпустят тебя в этот свет умным, добродушным и просто мастером своей профессии. После торжественной части будущие студенты получили консультации преподавателей – как групповые, так и индивидуальные. И узнали, какие требования в этом году предъявляют к поступающим. Специфика наших вступительных испытаний связана с тем, что мы не принимаем исключительно по результатам ЕГЭ. ЕГЭ, безусловно, нам необходима – это экзамены по русскому языку и литературе для программ высшего образования. Но обязательно все студенты сдают испытания профессиональной творческой направленности. Волгоградская консерватория – это современное образовательное учреждение. Здесь реализуют программы среднего и высшего профессионального образования. Ежегодно сюда поступают сотни студентов из Волгограда, области, других городов России и зарубежных стран. Направлений подготовки множество. Каждый найдет себе профессию по душе. Мы не волгоградцы, мы с области. Уже есть победы свои. Это как бы она не просто так. Уже она небольшой профессионал. Для нашего городка она уже довольно часто сольно выступает на местных концертах. Сначала я пела для души, для себя. Потом я решила для родственников выйти на сцену в школе. Всем это очень понравилось. Я вдохновилась тем, что всем понравилось. И вот так вот пошло-поехало. Я решила в этом году поступать. Я усердно готовлюсь. Атмосфера в Серебряковке творческая и дружественная. По словам студентов, конкуренция, конечно, присутствует. Но она здоровая и является двигателем прогресса и профессионального роста. По словам ребят, абитуриентам главное не бояться и не сомневаться в своем выборе. Я бы хотела пожелать им не прогуливать пары, слушаться, уважать друг друга, понимать, выступать. И главное, никогда не сдаваться. Идти только всегда вперед. Следующий день открытых дверей в Серебряковке состоится в следующем году, 22 апреля. Более подробную информацию можно найти на сайте консерватории. Инна Емельянова, Дмитрий Макаров. Время новостей. 75-я школа Красноармейского района заняла второе место во всероссийском конкурсе по организации школьного питания, уступив лишь команде из Москвы. Конкурс проводился по инициативе Министерства просвещения России. Мэрия Волгограда поблагодарила и отметила заслуги призеров, представивших город-герой. Более 400 участников из 75 регионов страны состязались в борьбе за почетный статус. Волгоград представляли победители регионального этапа команды школ номер 101 Дзержинского и номер 75 Красноармейского района. Они боролись за победу в номинациях «Лучшая городская столовая», «Лучшая столовая города-миллионника» и «Лучший повар». Для нас ваше серебро – это настоящее золото. И, безусловно, это заслуга каждого в отдельности, но вместе с тем это командная работа, проявление, конечно же, мастерства определенного, профессионального. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это и серьезный импульс для развития организации питания. Командой представляли школьное меню, отвечали на вопросы родителей в БЛИЦ-турнире, участвовали в дискуссии в рамках научно-практической конференции на тему «Школьная столовая как экосистема здорового питания обучающихся». Повара показывали свое мастерство на кулинарном баттле. Я с детства не люблю проигрывать. Конечно, сначала было страшно, не знаешь, из чего ты будешь готовить. Ну, то есть это черный ящик, да, грубо говоря. Тем более мы пошли в первом заходе, то есть мы просто вот… Ну, ничего. Я сделала гнездо фаршированное с сыром и помидором и сделала морковно-кабачковое пюре. В финале школы участницы представили тематические сервировки. Сложность задания для волгоградской команды заключалась в том, что ей достались наименее популярные среди школьников продукты. Но представители школы номер 75 блестяще справились и с этой задачей. Они приготовили морской бриз из рыбного суфлея из ментая с овощной подгарнировкой и суфлея из творога с тыквой. Блюдо высоко оценило жюри из профессионалов питания, родителей и старшеклассников. От Волгограда самую взыскательную категорию жюри представили 11-классники Мария Фомина и Давид Широзия. Мы оценивали блюда по разным параметрам. Ключевыми были возможность реализации этого блюда, его вкусовые качества, а также органолептика. Это была неописуемая возможность побывать в Уфе, принять участие в таком конкурсе, что детям дают решать, хотят они это видеть в школьных столовых или нет. Большое разнообразие кухни. Призовые места во всероссийском конкурсе Волгоград занимает второй раз подряд. В 2021 гимназия номер 12 Краснооктябрьского района заняла также второе место в номинации «Лучшая столовая школы города-миллионника». Такие результаты закономерны. Департаментом по образованию уделяется очень большое внимание питанию наших школьников. Важно не только что и как едят наши дети, но и как оснащены наши столовые. Хочется ли туда ходить нашим детям. Поэтому различные мероприятия стали традиционными в городе Волгограде. Это различные фестивали, которые проводятся на уровне муниципалитета. Это день открытых дверей для родителей. Волгоградские участники всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая-2022» кроме федеральных наград и призов получили благодарственные письма от имени главы Волгограда. Ирина Абрамова, Дмитрий Макаров. Время новостей. В День Героев Отечества 200 школьников Волгоградской области вступили в ряды юнормейцев и произнесли клятву в триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва». После торжественной церемонии для ребят провели урок мужества с участником специальной военной операции Вячеславом Гужевенко. Почему школьники выбирают юнормию, расскажет Илья Власенко. Они – патриоты своей страны. Ведут здоровый образ жизни и ответственны за свои поступки. В День Героев Отечества к юнормейскому движению присоединились учащиеся школ нескольких районов Волгоградской области, города-героя, воспитанники казачьего кадетского корпуса имени Недорубова, отряда «Честь имею», центров «Славянка» и «Каченец». В триумфальном зале, украшенном боевыми знаменами и мозаичными изображениями наград нашей страны ребята произнесли юноармейскую клятву. «Быть честным юнормейцам, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки». В рамках торжественной церемонии юнормейскому отряду средней школы номер 110 Волгограда присвоили имя ее выпускника – гвардии эфрейтора Ильи Шкурина. Волгоградец погиб в ходе проведения специальной военной операции. Кирилл Кочеганов уже определился с будущей профессией. Будет военным. Горд, что его отряду присвоили имя героя. «Наша организация была кадетской, учили в строевой подготовке, в стрельбе. Сейчас, скорее всего, будет проводиться то же самое и будут добавляться в военные лагеря. Будут обучать новым знаниям». В числе новобранцев юноармейцев и юноши, и девушки. Викторию Мукумову привлекли военная подготовка, волонтерские программы и новые знакомства. Об организацию узнала от брата, тоже юноармейца. Мечтает принять участие в параде победы 9 мая. «Я считаю, что девочка – это хрупкий человек. Что узнают, когда я участвую в юноармии, конечно, удивляюсь. Если у них есть схожие интересы по помощи городу, по развитию себя, тогда бы я предложила вступить в юноармию». Значки юноармейцев ребятам вручил участник специальной военной операции Вячеслав Кужвенко. С февраля 2022 года Вячеслав принимал участие в специальной военной операции. «Если молодежь забудет, что наши деды и прадеды совершили, то это будет суждено, как то, что мы потеряем нынешнее поколение. Очень много желающих вступить в юноармию. То, что у нас есть дети, которые патриоты. Это нужное дело, что мы проводим». Ребята задали вопросы участнику специальной военной операции. За мужество и героизм Вячеслав награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Юных волгоградцев ждет большая и насыщенная юноармейская жизнь. Летний отдых, образовательные мероприятия, соревнования регионального и федерального уровня. «Я уверен, что каждый из них со временем сможет стать героем. И не обязательно на полях сражений или какой-то военной отрасли. Они могут стать героями и в науке, и в медицине, то есть в любой гражданской специальности». В Волгоградской области действует 172 юноармейских отряда. Их участники ведут активную работу по сохранению исторической памяти в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». Илья Власенко, Дмитрий Макаров. Время новостей. В Красноармейском районе задержан мужчина, который на глазах у полицейских избил знакомого насмерть. Стражи порядка не успели предотвратить трагедию. А в Дзержинском сразу несколько нарядов ДПС преследовали гонщика, который грубо нарушал правила дорожного движения. Инспекторам пришлось применить стабильное оружие. Сводку происшествия за минувшие сутки представит сотрудник пресс-службы регионального главка МВД России Яна Маркина. В Дзержинском районе наряд ДПС для задержания скрывшейся машины применил оружие. Водитель Рено грубо нарушал правила дорожного движения, выезжал на встречную полосу и создавал аварийные ситуации. В преследовании участвовали несколько нарядов ДПС. Для остановки транспортного средства были произведены предупредительные, а затем и прицельные выстрелы по колесам машины. После того, как было повреждено колесо автомобиля, нарушитель остановился. За рулем находился 32-летний, ранее лишенный прав водитель. В Красноармейском районе сотрудники госавтоинспекции по горячим следам задержали участника драки со смертельным итогом. В ходе патрулирования наряд ДПС заметил конфликтующих мужчин. Один из оппонентов нанес удары другому, после чего последний упал и не поднялся. Участника конфликта задержали. Задержанный 48-летний волгоградец доставлен в отдел полиции. В Волжском возбудили уголовное дело в отношении 37-летней местной жительницы. Женщина воспитывала детей в антисанитарных условиях. Несовершеннолетние лишены спальных мест, прогулок, одежды, игрушек и разнообразия в питании. Она часто беспричинно наносила побои трехлетнему и пятилетнему сыновьям, а также наказывала их. Дети изъяты из социально опасного положения. В органы опеки направлен материал на лишение женщины родительских прав. В морозный декабрьский день в физкультурно-оздоровительном комплексе «Молодежном» было по-настоящему жарко. Там состоялся турнир по танцевальному спорту «Волжские огни-2022». В рамках соревнований состоялись чемпионаты и первенства Волгограда и области. Роскошные платья и яркий макияж, блеск украшений, огонь в глазах – все это дополняет впечатление от жгучей латины. Анна Карпова и Иван Глушихин танцами занимаются уже больше половины своей жизни. В тандеме четыре года. Они еще не достигли совершеннолетия, но уже объехали десятки городов и определились со своим призванием. К этому конкурсу пара готовилась всего две недели, но когда вышли на сцену, поняли – поводов нервничать нет, ведь каждый из них уверен и в себе, и в партнере. Что для вас занятия с танцами в целом? Это то, без чего я не могу жить. Удовольствие. Получше всякого. Мы просто достаточно долго стоим в паре. Некоторые стоят по году и все. Мы уже просто друг друга выучили, кто, как и почему. Сработали, поняли друг друга, как ощущать. Одно целое. На паркете сразу 10 пар, и каждая хочет завоевать внимание не только жюри, но и сердца зрителей. Помимо техники, добиться успеха помогает харизма. Чтобы доказать, что они лучшие у конкурсантов, всего полторы минуты, и каждое движение может стоить медали. Профессиональные судьи с одного взгляда могут определить уровень танцора. А что самое главное для танцора спортивного? Чтобы дыхалки хватило и трудолюбие было. Вы сами увидите, если выходит подготовленный спортсмен, это все идеально. И макияж, и костюм, и сам посыл эмоциональный для того, чтобы оказать хорошую, качественную борьбу. Пока юниоры танцуют жгучую латину, малыши соревнуются в стандарте в исполнении венского вальса, изящного танго или медленного фокстрота. Ребятам всего по 5-7 лет. Много красивых платьев, и очень красиво. Энергия, появляются эмоции, бывают, я их даже не контролирую. Когда я смотрю на ее танцы, я испытываю гордость и радость. Когда она начала заниматься бальными танцами, изменилась осанка и вообще весь внешний вид. Как всегда рядом с ними самые близкие, преданные фанаты, родители. Они не перестают восхищаться успехами ребят. Мы болеем за своих ребят. Для нас, конечно, самое главное не победа, а участие. Чтобы глаза горели. Чтобы у наших детей горели глаза. Мы за них очень болеем. Мы очень благодарны госприимному городу Волгоград. С удовольствием сюда-сюда приезжаем. Ура! В турнире «Волжские огни-2022» приняли участие 339 молодых танцоров. Мы постарались создать все условия для пар, для арбитров, для зрителей. Чтобы ребята посоревновались и чтобы в конце этого уходящего года у них состоялось большое значимое событие. Кто бы ни победил в турнире свою главную награду, они уже завоевали. Это восхищение в глазах и сердцах зрителей. Анна Корохова, Лайла Джумалиева, Андрей Кирсанов. Время новостей. В Волгоградском музыкальном театре прошел концерт «Музыка моей души», приуроченный к юбилейной дате со дня рождения бывшего главного дирижера, заслуженного деятеля искусств РСФСР и блистательного музыканта Вадима Венедиктова. 7 декабря ему бы исполнилось 85 лет. В программе популярные джазовые эстрадные произведения, старинные русские романсы в авторской аранжировке «Маэстро». Каким Вадима Венедиктова запомнили коллеги, друзья и близкие, узнала Инна Емельянова. Его считают корифеем дирижерского искусства, репертуар которого не знает хронологических границ. Он отдавал должное классике, русской и зарубежной, всегда являлся великолепным интерпретатором мировой классики, а также новой музыки, музыки 20 века, особенно в жанре мюзикл. Более 30 лет своей творческой жизни Вадим Николаевич посвятил городу-герою Волгограду, и более 20 из них – Волгоградскому музыкальному театру. Утомленное солнце Петербургского, лунная серенада Миллера и много других произведений в аранжировке «Маэстро» Вадима Венедиктова прозвучали на концерте. Вокальную часть программы представили солисты-вокалисты театра. Не зря концерт имеет такое душевное название «Музыка моей души». Но, безусловно, он, создавая произведения, создавая аранжировку, вкладывал всю душу и сердце, и любовь к музыке, к зрителям. В творческой биографии Вадима Венедиктова более сотни постановок. Благодаря его таланту, проницательности и целеустремленности раздвигались творческие рамки коллектива и расширялся репертуар театра, позволивший перейти в статус музыкального, а оркестр театра обрел статус симфонического. Коллеги вспоминают, что он всегда поддерживал начинающих талантливых артистов, безвозмездно дарил свои знания и богатый опыт другим. «Вадим Николаевич всегда был открытым человеком, всегда жизнерадостным, с чувством юмора. С первого дня, как я пришел в театр, мне Вадим Николаевич всегда помогал. Я ему безмирно благодарен, не устану это всегда повторять». Волгоградцы хорошо помнят, как Вадим Николаевич отмечал свои дни рождения за дирижерским пультом. И, кажется, совсем недавно звучали зрительские овации на бенефисе в честь 80-летия маэстро. «На его концертах мы бывали, с большим удовольствием ходили, слушали. Он всегда был настолько дружелюбен с публикой и со своим оркестром, что мы получались как одно целое. И, в общем-то, поэтому и нравилось ходить, и чувствовать себя частью вот этого большого концерта и частью этого оркестра». Несмотря на то, что знаменитого дирижера уже нет с нами, его творчество и мастерство помнят преданные поклонники, коллеги по сцене и друзья. «Дюк и Лингтон, духовные концерты поставил он в музыкальном, в ЦКЗ, и потом повторил это. Это очень грандиозное такое событие, потому что на сцене и симфонический оркестр, и хор, и четыре солиста, и чтец, и джазовый коллектив – это все в куче. На сцене было более 200 человек, 300 человек. Это очень серьезно». Вадим Венедиктов работал неустанно, но при этом уделял время семье и детям. Для близких маэстро очень важно, что его любят, о нем помнят, и дело его живет. А в музыкальном театре уже второй год подряд в честь Корифея проводят концерт «Музыка моей души». Да, это очень трогательный момент для нас, для семьи. Мы благодарим от всей души наших руководителей, наших коллег, зрителей за светлую память, за добрые слова, за прекрасные вот эти мгновения, воспоминания, за праздник музыки при этом. Вадим Николаевич был бы, мне кажется, счастлив просто вот слышать в том числе свои произведения в музыкальном театре и в других коллективах. И очень здорово, что продолжается вот эта традиция. Маэстро Венедиктов внес неизмеримый вклад в развитие культуры не только в Волгоградской области, но и всей России. Его заслуги отмечены государственными наградами и званиями. Серьезный и сосредоточенный на работе, заслуженный деятель искусства одновременно был любящим мужем, заботливым отцом и, несмотря на высокий статус и народное признание, оставался человеком скромным. Инна Емельянова, Роман Седлецкий, Время новостей. Сразу после выпуска новостей ведущий программы «СССР. Знак качества» Гарик Сукачев расскажет о том, какую роль играла семья в государственной политике Советского Союза, как создавались советские семьи и почему развод был проблемой, и чем семья советская отличалась от семьи современной. Давайте вспоминать. Смотрите программу в 14.30. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно ознакомиться на нашем информационном портале mtv.online. А полная коллекция видео на rutube.ru. Не пропустите главное, подписывайтесь на наш канал. На этом пока все. Встретимся в эфире уже в 17.00 и не переключайтесь.